Всем добрый день! Сегодня предлагаю вместе разобрать основные принципы создания розария. На примере маленького участка подписчицы канала Алены. И говорить мы будем не о том, как создать розарий с нуля, а как реорганизовать традиционный коллекционный розарий, где растения высаживались по мере их появления на участке, в более современный и продуманный розарий. Но для начала хотелось бы поделиться трогательной историей хозяйки данной коллекции роз. Участок всего шесть соток. Был дом, постройки и сплошной огород. Два с половиной года назад, пройдя путь к выздоровлению, муж подарил розу, которую посадил мне под окном спальни. За каждую победу над симптомами болезни муж дарил розы, которые мы вместе садили на участке, вытесняя огород. Сейчас у меня около шестидесяти роз, но садилось все по накатанным грядкам. А хочется гармонии. И я поняла, что хочу свой розовый сад мечты. Я желаю Алене полной победы над болезнью и верю, что творческая работа по созданию сада мечты ей в этом поможет. Поэтому приступаем к работе. И для начала давайте познакомимся с участком. У нас есть дом, летняя кухня, небольшая зона патио. Сейчас розы расположены вот в этой части. И получается, что они окружены со всех сторон огорода. Мне бы хотелось отделить внутренний декоративный дворик от огорода. Алена написала, что она готова все переделывать. Поэтому предложу немножко перекроить участок. Пусть весь участок, который просматривается с дома и патио, у нас пойдет под декоративные растения. И от огорода мы его отделим живой изгородью. Я всегда делаю акцент на то, что забор это ну очень важно. Какую бы красивую продуманную композицию вы не придумали, но на фоне забора из металлопрофиля, из сетки, ну не смогут растения себя показать. Поэтому предлагаю продолжить живую изгородь вплоть до дома. Так мы закроемся от соседей и дадим красивый фон для наших растений. Да, создать сразу взрослую изгородь это дорого. Но мы всегда можем купить маленькие саженцы и подождать. А можно даже начеренковать растения, ту же тую. А еще можно делать изгороди из лиственных культур. Боярышник, граб, кизильник блестящий, перючина. Все это простые и достаточно бюджетные растения. При выборе растения отталкивайтесь от условия освещенности участка, от своих климатических особенностей. Ну а размер саженцев зависит от бюджета и готовности подождать 3-5-7 лет, пока изгородь подрастет и начнет выполнять свои функции. Один из самых частых вопросов, на каком расстоянии высаживать растения в живой изгороде. Так вот, в описании под видео оставлю ссылку на документ, в котором я детально прописала все расстояния, чтобы вам не пришлось каждый раз искать эту информацию в интернете. Итак, у нас появилась отдельная зона. Наш внутренний декоративный дворик. Участок достаточно большой, и чтобы нам проще было с ним работать, нам нужно разбить его на более удобные зоны. Покажу очень простой прием, который часто использую в работе с розариями и пряными садами. Это пошаговая дорожка, с помощью которой мы создаем вот такие маленькие зоны, карманчики, и уже с ними намного проще работать, и в дальнейшем будет проще ухаживать. Плюс появляются прогулочные дорожки, и даже на маленьком участке создается впечатление, что нам есть где прогуляться. Между пошаговыми камнями мы используем почвопокровные растения. После того, как продумали дорожку, нам нужно разместить зону отдыха. Это может быть маленькая скамеечка под аркой, или пару садовых кресел, или балка для кресла кокон. Вариантов, где разместить эту зону, много. Тут уже нужно хозяйке участка посмотреть на месте, с какой точки лучше всего открывается вид, где меньше всего зона отдыха будет просматриваться с соседями и так далее. Как вариант, я предложу эту зону отдыха разместить возле живой изгороди. Детально проработать все 60 роз за коротенькое видео мы не сможем, но я постараюсь рассказать сам принцип, по которому я помогаю создавать розарий своим клиентам. Ни в коем случае не говорю, что это единственно правильный вариант. Просто покажу, как это делаю я, в надежде, что кому-то это поможет понять, с какой стороны подступиться к своему розарию и как его реорганизовать. В коллекции у Алены есть плетистые розы, поэтому мы можем предусмотреть зону отдыха в виде арки со скамеечкой, а на арку пустить плетистую розу, скажем, Пьер Д'Арансар и Клематис с другой стороны. Когда передо мной стоит задача сделать розарий из существующей коллекции роз, то я всегда начинаю с того, что объединяю 3-4 сорта в маленькие группы. Внутри такой группы розы должны быть или близкие по цвету, но разные по высоте или размеру цветка. Или должна быть растяжка по цвету, скажем, от светло-розового к темному. Или вообще мы можем сыграть на контрасте. Если мы объединим в одну группу абсолютно похожие по цвету и по высоте розы, то они просто сольются в какую-то непонятную массу. В каждой такой группе должна быть динамика. Или по высоте, или по цвету, или по размеру цветка. Собрать в одну группу 3 очень близкие по цвету чайно-гибридные розы не очень хорошая идея. Сразу хочу сказать, что не со всеми этими сортами я работала. Поэтому рекомендую Алене относиться к моим блокам как к идее, от которой можно оттолкнуться. И уже корректировать их в зависимости от того, как эти сорта ведут себя конкретно на вашем участке. Какие они по высоте, срокам цветения, насколько долго держится цветок, насколько устойчива розы к заболеваниям, и вообще, насколько сорт нравится именно вам. Возвращаемся к нашей схеме. Над зоной отдыха у нас разместился Пьер Дарансар. И он задает цветовое решение для данной группы вокруг скамейки. В этой же цветовой гамме есть списка имеющихся роз Принц Жординьер, а перед ними будем использовать флорибунду, такого более насыщенного розового цвета, которая должна закрыть собой оголяющиеся ножки Принца Жординьера и Пьера. Мы сделали группу в одной цветовой гамме, но при этом все розы занимают свои ярусы. Пьер Дарансар пойдет на арку. В среднем ярусе Принц Жординьер и на переднем плане Тиклт Пинг. И эту группу мы отделяем многолетниками. Так как Принц Жординьер достаточно высокая роза, здесь мы можем использовать такие многолетники, как Перовский, Агаура, Лафант, Вероникастром, что-то более высокое. Для примера возьмем Перовскую и Гауру. А к ним добавим шалфей Карадона для акцента в июне. И у нас еще есть место на переднем плане. Можем взять Котовник Фасана или Лаванду. Мы уже неоднократно говорили, что растения, особенно те, которые находятся на переднем плане, вдоль дорожки, должны повторяться. Поэтому мы можем сразу взять Лаванду или Котовник и разместить блоком напротив зоны отдыха. И таким образом мы потихоньку создаем ритм на участке. Теперь мы видим, что за скамейкой у нас есть свободное место. Тут мы можем использовать какой-то кустарник. В списке имеющихся растений у Алены есть темно-листный пузыреплодник. Или можем взять несколько высокорослых многолетников. Я предложу Пасконник и Горец свечевидный. Следующий блок, который я бы хотела проработать, это центральная часть нашего розария. На эту зону открывается вид дорожки и зоны отдыха. Тут мы выбираем или самые яркие розы из нашего списка, или самые любимые. Те, на которые вы готовы смотреть и которые готовы рассматривать вблизи и подолгу. Чтобы эта зона и правда получилась объемная, притягивающая внимание, я бы сделала здесь два обелиска. Один повыше, второй пониже. Они создадут вертикали, структуру. Да и всегда в коллекции будут сорта, которые требуют опоры, подвязки. Вот обелиски в этом случае просто незаменимы. В данной коллекции есть много роз в желто-оранжевой цветовой гамме. И мы можем к ним добавить сиреневые сорта роз и создать композицию в желто-оранжево-сиреневой цветовой гамме. Опять же, я начинаю с того, что прорабатываю отдельные группы. И только потом эти группы размещаю на участке, оставляя между ними место для многолетников. И еще такой момент. В коллекции есть два сорта, достаточно объемных. Это ангела и пампанела. И вот их я предлагаю разместить там, где эти сорта смогут спокойно набрать массу и показать себя во всей своей красоте. На участке, который мы отвели под розари, есть несколько плодовых деревьев. И тут уже нужно посмотреть на участки, где оставить место, чтобы было удобно к деревьям подойти. И как вариант зону под деревом заполнить живучкой или тимьяном. По этим растениям можно смело пройтись. Им ничего не будет. И при этом у вас не останется голой земли, а это значит меньше прополки. И как результат более декоративный участок. И вот так потихоньку, организовывая розы сначала в маленькие группы, потом эти группы располагая на участке. И в конце заполняя пространство многолетниками, у нас вырисовываются очень интересные розари, где сорта будут дополнять друг друга по цвету, по высоте. А многолетники объединят отдельные группы в одну целостную композицию. Надеюсь, у меня получилось подкинуть несколько новых идей для Алены и вдохновить других подписчиков канала на создание продуманных розариев и цветников. Если у вас есть конкретные вопросы по участку, по комбинированию сортов, напоминаю, что есть закрытая фейсбук-группа, где вы можете свои вопросы задать и получить от меня консультацию. Все детали в описании под видео. Пусть отрадует и до скорой встречи!